Друзья, всем доброе утро. Я год назад записывал ролик, что я хочу поменяться, ну, изменить свою жизнь. Вот, за год. Кстати, вот этот ролик. Друзья, всем привет. Недавно мне исполнилось 45 лет, и как положено 45 лет, нужно менять паспорт, что я и сделал. И вчера я получил новый паспорт, но по новым законам я даже не знал. В паспорт хочешь вписываешь жену и детей, а можешь не вписывать. Это такая перезагрузка тебя от государства. Получается, раньше ты по паспорту до 45 лет был женатый с детьми, и тут 45 лет ты можешь сделать так, чтобы ты будешь холостой и бездетный. Но я, конечно же, люблю свою семью, я их вписал в паспорт, но мне это заставило задуматься и сделать перезагрузку в себе, что-то поменять в себе. Я решил это попробовать и сделать. А получилось у меня это или нет, мы узнаем через год мой следующий день рождения. Всем хорошего. Как бы я изменения в своей жизни начал водить еще раньше до этого, но прям конкретно жесткая веска, это я вот год назад решил сделать изменения в своей жизни. Так что произошло за этот год? Ну первое, я полностью бросил, исключил из своего рациона спиртные напитки, полностью перестал потреблять их. Если помните, у меня был вес, я был такой полный, вот, животом, весил почти 100 килограмм. Вот, я исключил из своего рациона практически хлеб полностью, сахар 100% исключил, вот, занялся собой, спортом, забросил вес. Сейчас я вешу 85 килограмм, убрал живот. Моя любимая половинка спросила, что я перестал употреблять спиртные напитки, а раньше все время, как, говорит, полагается каждую пятницу, посидишь там перед телевизором, пивка попьешь. Вот, она говорит, чем будешь заниматься? Я говорю, найду чем? И начал ходить в баню, в общественную баню, каждый человек хожу в баню, вот. Что еще? Вспомнил, что все-таки я мусульманин, хоть и, как говорится, плохой мусульманин, но мусульманин, хотя я не такой уж и плохой. Ну, планета, вот, плохой не, как говорится, не читал намаз, ничего не делал, не придерживался своей религии, вот, вспомнил об этом. Начал изучать свою религию, начал ходить в мечеть, читать намаз. Кстати, очень хорошо мне помогает это. Многие люди, то, что я перестал употреблять, ну, не многие, но часть людей от меня отвернулись, я стал им неинтересен в общении, вот. Но зато появились очень хорошие люди другие, с которыми приятно общаться и полезно общаться для меня, по крайней мере, вот. Мы с ними каждый четверг встречаемся, общаемся, смеемся, вот, так что вообще ничего не потерял, чувствую себя превосходно. Реально, вот, я даже не могу передать эти ощущения, как я себя чувствую, но жизнь моя полностью поменялась в лучшую сторону. На жизнь я уже смотрю совершенно другими красками. Я говорю, я даже не могу передать все эти ощущения, которые во мне сейчас. Потому что, как говорится, не зря я все это затеял, эти перемены, как изначально я где-то услышал, что то, что ты будешь меняться, хуже, чем есть, не станет, а лучше может стать. Вот оно так и есть, лучше стало, намного лучше. Так что, вот, я теперь спортивный человек, занимает каждую-то, делаю зарядку, читаю намаз, вот, живу, наслаждаясь своей жизнью, больше времени уделяю своей семье. И, как говорится, хочешь поменять детей, то, чтобы воспитать детей, начинай меняться сам. Сам поменяешься, дети будут смотреть на тебя и будут становиться похожими на тебя. Вот оно практически так и происходит. Всем хорошего дня! Я хотел добавить вот конкретно, что меня сподвигло на это. Это вот, честно сказать, то, что я, я как бы немного пил, так, ну, раз в неделю выпивал так чуть-чуть. Вот. И как-то в последнее время это меня стало напрягать, реально стало почему-то внутри что-то такое происходить, что я не получал от этого никакого удовольствия. Чувствую, что выпиваю, но не получаю удовольствия. Вот. А потом уже, окончательно, это когда ко мне подошел мой сын в пятницу и сказал, говорит, папа, мне завтра нужно какое-то куда подняла с утра, ты мне, пожалуйста, отвези. А потом стоит на меня смотрит и говорит, а, сегодня же пятница, блин, я понял, ты завтра не сможешь, ты с утра тебе будет тяжело вставать. Ты не можешь, что ладно, пап, я сам доберусь. И вот это меня очень сильно задело. Я сказал сына, нет, сегодня я не буду. И я, похоже, больше вообще не буду потреблять, так что завтра я тебя отвезу. Так что вот задумайтесь, дети это все видят, дети все это мотают на ус, а потом, как говорится, повторяют наши ошибки. Так что, чтобы не было этих ошибок, полностью сами меняйтесь, и ваши дети будут подражать вам. Всех с пятницы, и всех с трезвой пятницы. Расслабляться можно по-разному, веселиться можно по-разному. Так что, ребята, это укажу свое мнение, я чисто говорю только про свое мнение. Я и так веселый человек, и без этого. Всем удачи.